Всем привет дорогие друзья, вы на канале Реалистик PS и сегодняшний ролик скорее всего будет коротким, но так или иначе инфопол достаточно интересный, поскольку Konami подтвердили свое участие на предстоящей выставке Gamescom и вполне возможно, что на этой выставке мы получим какую-то информацию касательно обновления eFootball на новый сезон, новые составы, новые лицензии и все остальное, что и предлагаю обсудить в рамках данного ролика. Не забывайте поддерживать это видео с вами лайками друзья, поскольку именно ваша активность способствует продвижению роликов, в комментариях делитесь своим мнением, ну и подписывайтесь на этот канал, если находитесь здесь впервые, ну а мы начинаем. После всего корона кризиса у Gamescom достаточно тяжелое положение и с каждым годом данная выставка теряет свою актуальность, но тем не менее спустя года два по моему, выставка наконец-таки возвращается в офлайн и студии постепенно на нее подтягиваются. Конечно, далеко не все, но тем не менее список там достаточно интересный. В прошлом году, когда выставка все так же проходила в онлайне, Konami ее пропустили, хотя казалось бы идеальнейший момент, чтобы представить PES 2022, однако они ее пропустили и как таковой информации не поделились. Но зато в этом году они судя по всему собираются принять в ней участие и о чем-то да расскажут, потому что просто так на выставку заявиться они естественно не могут. Как оно и принято, выставка проходит в конце августа, а именно в районе 20 чисел, и именно тогда, скорее всего, стоит ожидать какую-то информацию от Konami. Вся загвоздочка лишь в том, что к 20 числам августа в eFootball уже и так планируется множество всяких обновлений, изменений, нового контента и вопрос, нужно ли будет что-то анонсировать и представлять на этой выставке, большой вопрос. Разве что представить какие-нибудь режимы или информацию о них, которые планируются поздней осенью и вообще в 2023 году. Потому что если та же самая выставка будет проходить в районе 25 числа или даже после 25 числа, когда в 21 песке закрываются сервера, то это все не имеет смысла. О eFootball 2023, новом контенте, новом сезоне и закрытии серверов в 21 части мы говорили вот в этом ролике, который выскочил в правом верхнем углу. Хотя вполне вероятен и такой момент, что на Gamescom Konami представит вообще другую игру или контент вообще по другой игре. Поскольку несмотря на изменения курса развития и прогресса студии, они занимаются уже другими играми, далеко не ААА проектами, тем не менее, я думаю, они могут представить какой-нибудь контент по мобильной своей дрочильне, которых у них и без того достаточно. В любом случае, будем ждать любую информацию от Konami. И если появится что-то интересное, то мы, конечно же, сразу поделимся этой информацией в нашей группе ВКонтакте и в Телеграм-канале, ссылки на которые присутствуют в описании. Обязательно подписывайтесь. Ну а в комментариях под этим роликом я буду ждать ваше мнение по поводу всего услышанного. Ждете ли вы какую-нибудь информацию от Konami на Gamescom и какие у вас вообще ожидания от этой игровой выставки? Может вы ждете другую студию и ее представление? Отпишите в комментариях. Также не забывайте поддерживать это видео своими лайками. Ну и обязательно подписывайтесь на канал, если находитесь здесь впервые. У меня на сегодня все. Я всем благодарю за просмотр и желаю вам всем удачи. До скорых встреч, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...